Ребят, всем привет! Меня зовут Маша, я Data Scientist, работаю в Grid Dynamics. Работаю в питерском офисе, приехала к вам из Питера. В Украине у нас тоже есть три офиса в Киеве, в Харькове и в Львове. В Grid Dynamics у нас очень много сложных, необычных и интересных проектов, и об одном из таких проектов я сегодня вам не хочу рассказать. Но согласитесь, название моего доклада не столь инклипующее, привлекательное, интересное. Два слова, да, нейронные сети, распознавание образов. Что может быть сейчас проще для Data Scientist, Data Analytica? Я на 100% уверена, что каждый здесь присутствующий очень легко сможет, например, натренировать нейронную сеть, чтобы классифицировать котиков по фотографии. Болты, шурупы, в чем разница? Берем картинки болтов, обучаем нейронную сеть, получаем результат. Все просто. Однако задача, которую поставил нам наш заказчик, была немного иной. Нам нужно было определить не просто некоторый абстрактный болт или шуруп на фотографии, а очень точный шуруп с точными характеристиками, и по факту нам нужно было сопоставить болт на фотографии тому, что находится в каталоге интернет-магазина. Получается, что наша задача превращается вот в такую формулировку. Как натренировать сеть, чтобы классифицировать свыше тысячи различных типов болтов. А вот это уже звучит интересно. Согласны? Зачем вообще нашему заказчику понадобилось такое решение? Давайте представим себе, что вы купили стол, и от стола открутился один шуруп. Вам нужно купить вот один единственный, вот точно такой же для этого стола. Вы идете в интернет-магазин, открываете каталог, и видите, что там свыше 15 тысяч уникальных позиций. Да, каталог нашего заказчика очень большой и очень не структурированный. Вы идете в фильтры, открываете их, фильтров свыше 10 штук. Помимо прочего, на каждый фильтр приходится от 5 до 100 различных атрибутов. И вам, как пользователю, нужно хорошо разбираться в том, какой атрибут вам нужен для вашего болта. В итоге вы выбираете несколько параметров. Допустим, это тип шляпки плоская и внешнее покрытие, медь. Все просто. Запускаете фильтр, получаете результат. Кажется, вас кто-то пытается обмануть, потому что результаты не совсем соответствуют того, чего вы ожидали. В этом-то и проблема. Наш заказчик… А, да, ну потом вы все-таки выбираете два подходящих вам болта, и остается самое простое в кавычках. Это расшифровать название, которое дает производитель этому болту. Так как нет стандартов, нет определенных требований к названию, каждый производитель описывает шурупы, болты, гайки так, как он хочет. И вам, естественно, нужно в этом разбираться самому. Не очень эта задачка. Увидев все это, наш заказчик решил предложить своему конечному пользователю более простой, быстрый, визуальный поиск при помощи приложения, нежели чем семантический, долгий, нудный поиск самостоятельно. Прежде чем я вам расскажу, как все-таки натренировать эту нейронную сеть, небольшой спойлер. У нас все-таки это получилось. И здесь демо-версия того, как вот это приложение выглядит. Что мы видим? Пользователь берет приложение, открывает камеру, берет шуруп, который ему нужен, с монеткой, фотографирует, и в режиме реального времени ему возвращается выдача из каталога интернет-магазина. И сразу же он может перейти к покупке. Еще один пример. Окей, принцип работы приложения понятен. Перед тем, как мы получили эту задачу, мы сразу увидели несколько больших проблем. Ну, во-первых, как вы понимаете, все болты, шурупы, они очень сильно похожи между собой. Если сомневаетесь, давайте посмотрим на эту картинку. Как вы думаете, шурупы на этих двух картинках одинаковые или разные? Поднимите руку тех, кто считает, что они разные. Ну, видимо, у вас был большой опыт в строительстве либо в починке столов. Да, действительно, шурупы разные, хотя выглядят они очень одинаково. И вы не можете увидеть эту разницу, пока вы два шурупа вот так с друг другом не сопоставите. Та же самая проблема у покупателя этих шурупов. У него есть только один болт, и он ни с чем его не может сравнить. Окей, а это картинка. Кто считает, что шурупы одинаковые? Поднимите руку. Окей, здесь вы скорее не правы в своей массе, да? Шурупы все-таки одинаковые. Здесь просто разная подсветка, разное освещение, поэтому они выглядят по-разному. В общем, такая у нас есть проблема. Вторая проблема — то, что существуют очень редкие разновидности, которые тоже модель должна уметь классифицировать. Вот посмотрите на эту подборочку. Разные цвета, разные размеры, разные шляпки. В общем, у нас есть шурупы и болты вообще на все случаи жизни. Третья проблема — это то, что наш заказчик не хочет выставлять определенные требования к пользователю приложения. Ну, почти не хочет. И любой дата-сайентист, аналитик, конечно же, будет ожидать, что фотографии, которые будут приходить в приложение, будут выглядеть примерно так. Но на самом деле они будут выглядеть вот так. И мы должны быть к этому готовы. И последнее приложение должно работать очень быстро в режиме онлайн. Пользователь не хочет ждать, пока модели обработают картинку и выдают этот результат. Все очень быстро должно быть. В тот момент, когда мы получили задачу, конкурент нашего заказчика Amazon выпустил свой партфайндер. Он делал то же самое. Помимо прочего, наш заказчик работал с двумя стартапами, которые тоже предложили свое решение. Нашей команде нужно было побить и Amazon, и те два стартапа, и сделать решение лучше. Один из стартапов предложил такой вариант. Они взяли 20 наиболее продаваемых болтов и натренировали object detection на них. Но в этом есть небольшая проблема. Такое приложение немасштабируемо. Если мы возьмем, скажем, не 20 болтов, а хотя бы 100, то наша выборка увеличится в 5 раз. Это очень дорого, это очень затратно. И поэтому заказчик отказался от такого варианта. Нам же нужно было предложить что-то, что масштабируется и не зависит от количества моделей. Окей, что мы сделали? Мы решили рассматривать болт как совокупность некоторых характеристик. Мы знаем, что любой болт состоит из шляпки, из конца, из внешнего покрытия и из thread coverage, так называемых винтов. И вот у каждой этой характеристики есть конечное небольшое число атрибутов. Так, например, у шляпки у нас всего 32 атрибута. Покрытие мы можем свести к 15 различным цветам, а концов у нас около 12 атрибутов. Помимо прочего, у болта или шурупа есть размеры. Это диаметр шляпки и длина самого болта, который мы можем измерить при помощи монеток. Итак, если мы будем рассматривать каждый болт как совокупность вот таких характеристик и тренировать несколько моделей, каждая из которых будет отвечать только за одну характеристику, мы получаем, что у нас классов не 10 тысяч, не 15 тысяч, а сильно меньше. Максимум 32 класса на одну модель. Помимо прочего, данное решение не зависит от количества моделей. Если в каталог заказчика добавляется новый болт и у него есть те же самые характеристики, шляпки, конца и так далее, наша модель все равно сможет его распознать, классифицировать и выдать релевантную выдачу. Таким образом, наше решение получилось масштабируемым и экономным, потому что нам не нужно столько много фотографий, как нашему конкуренту. Окей. Что нам нужно, чтобы реализовать такое приложение? Ну, понятное дело, данные, да? Заказчик предоставил нам данные, и что мы видим? Каталожные данные, белый фон, съемка при свете, при хорошем освещении, с хорошим объективом камеры. Естественно, это не то, что нам нужно. Естественно, пользователь будет давать нам вот такие фотографии. Там будет фон, там будут руки, там будут тени. Нам нужна выборка, которая будет отражать то, что бандель будет получать при использовании этого приложения. Что мы сделали? Мы последовали совету Ричарда Сокера. Он сказал, вместо того, чтобы тратить один месяц на изучение метода обучения без учителя, давайте потратим неделю, разметим выборку и натренируем классификатор. Мы это и сделали. Мы купили около 60 болтов. Все эти болты имели те характеристики, о которых я говорила. Распечатали фоны на цветном принтере. Все эти фоны имитировали различные поверхности столов, столов любых покрытий. Раздали эти болты коллегам. Они нам отфотографировали выборку. За неделю мы уже имели готовый датасет. После того, как мы подготовили данные самостоятельно, следующий шаг — это решить задачу локализации. Во-первых, нам нужно знать, вообще находится ли болт на этой фотографии или нет. Мы рассмотрели два подхода. Первый подход — object detection, и второй — семантическая сегментация. Как вы думаете, какой из этих подходов лучше? для нашей задачи? Сегментация, да? Ой, девушка говорит. Да, сегментация, конечно же, лучше. Почему? Сегментация возвращает нам маску, а object detection возвращает нам бокс. маска позволяет нам убрать лишний фон и самое главное — убрать тени для дальнейшей классификации. Напомню вам, семантическая, да, сегментация, она возвращает нам предсказания для каждого пикселя. Проналежит ли пиксель этому классу или нет. И при этом каждый класс классифицируется на новом слое, на новом канале. Естественно, нам опять нужна разметка, да? Мы взяли фотографии, которые мы сделали, и разметили около тысячи масок. Использовали мы приложение Label.me, очень хорошее приложение для разметки. При этом, зная то, что сеть для сегментации сегментирует каждый новый класс на новом канале, нам это позволило правильно распределить усилия при разметке. Что это значит? У нас не было ни одной картинки выборки для обучения, на которой содержалась одновременно и монетка, и болт. Потому что модель все равно будет сегментировать их на разных классах. 10% разметки мы отдали монетке. Она очень простая, и сети будет очень легко ее сегментировать. Она всегда одинаковая. А вот у болтов формы бывают разные, и поэтому большую часть разметки, 90% картинок, мы оставили на болты и обучили такую нейронную сеть. Использовали мы UNET. UNET чаще всего используется на практике. Это энкодер-декодер-архитектура. Что это значит? Мы можем вместо энкодера использовать какую-то претренированную сеть. Нам это и нужно, потому что картинок у нас не так-то и много. Первая часть, как я сказала, энкодер, она пытается выучить, что именно находится на изображении. Вторая часть, декодер, она декодирует вот эти выученные признаки и пытается понять, где именно находится то, что мы пытаемся сегментировать. То есть отвечает на вопрос где. UNET довольно просто учится, довольно быстро, очень хорошо, но при этом самое важное определить правильный лосс, что мы будем минимизировать. Вот чаще всего используют DICE коэффициент. Это среднее гармоническое между Precision и Recall. Но для нас это не очень хорошо, потому что чаще всего наша выборка не сбалансирована. У нас всегда много пикселей фона и очень мало пикселей объекта. Например, вот на этой фотографии у нас всего на один пиксель объекта приходится аж на 60 пикселей фона. Это значит, что наше предсказание будет всегда смещено в сторону Precision, высокого Precision и низкого Recall. Это нам не очень нужно. Нам нужно по-разному взвешивать разные ошибки. Поэтому мы взяли в качестве лосс-функции индекс Тверски. У индекса Тверски есть как раз-таки два параметра альфа и бета, которые по-разному взвешивают ошибку первого рода и ошибку второго рода, что нам не нужно. При этом, если взять альфа и бета равные 0,5, мы получаем тот же DICE коэффициент. Если взять альфа и бета равные единице, мы получаем jacquard индекс. Это тоже одна из популярных мер близости для семантической сегментации. И если альфа плюс бета равняется единице, мы получаем f-бета меру. При этом, как вы помните, нам лучше штрафовать модель за false positive. Сильнее, чем за false… Точнее, нам сильнее нужно штрафовать модель за false negative, чем за false positive. Если у нас модель делает ошибку false positive, это значит, что мы пиксели фона классифицируем как объект. И это не так страшно, как если мы пиксели объекта классифицируем как пиксель фона. Тогда у нас получится болт дырявый и с такими неровными рамками. Мы потом ничего не классифицируем. Поэтому мы сделали несколько экспериментов с различными альфа и бета параметрами. Получили вот примерно такие результаты. И самым лучшим вариантом было положить альфа равное 0.3, а бета 0.7. То есть меньше штрафовать модель за false positive и сильнее штрафовать модель за false negative. Таким образом, мы получаем вокруг болта вот такую рамочку в виде фона, но при этом весь объект попадает в эту маску. А это то, что нам нужно. Помимо прочего, несмотря на всего там тысячу масок, которые мы имели в обучающей выборке, наша модель очень хорошо отженерализовалась. Вот эти варианты, они не были представлены в обучающей выборке, но модель все равно научилась распознавать вот такие варианты болтов, что очень хорошо. Модель практически вот в 99% случаев всегда намотовала хорошую качественную маску. Окей, получили мы маски болта, получили мы маски монетки. Следующий шаг — это, естественно, классификация. Как вы понимаете, данных-то у нас не очень много и денег на разметку данных у нас нет, поэтому, естественно, мы используем предобученные сети. Что нам позволяет это использовать? Так это то, что в самом начале нейронная сеть пытается определить границы, линии, потом на более поздних слоях она уже определяет какие-то простые формы, квадраты, круги, прямоугольники. Еще выше модель изучает признаки, которые характерны для этого класса. И на выходе на топе мы получаем классы. Естественно, мы можем сделать перенос признаков, которые модель выучила, для своей задачи, заменив только выходной слой, заменив классы. Чтобы сделать transfer learning, нам, естественно, нужно выбрать предобученную сеть. Как вы помните, приложение мобильное, должно оно работать очень быстро. Для этого мы решили пожертвовать точностью в пользу быстроты и легкости обучения. Взяли архитектуру exception. exception — это модифицированный inception с тем отличием, что в exception используется separable convolution вместо обыкновенного конволюшена. В обычном конволюшене у нас происходят две свертки одновременно — межпространственные и межканальные. Автор exception исходит из того, что мы можем разделить эти две свертки, но при этом не терять в качестве, либо терять, но совсем-совсем чуть-чуть. Сначала у нас происходит межпространственная свертка, а после мы делаем межканальную свертку. Если мы посчитаем число параметров для нормального конволюшена и для separable convolution, для 16 фильтров, то мы получим, что у нас отличие буквально в четыре раза по параметрам. Но при этом мы не так теряем в точности. Поэтому exception такая легкая, в ней мало параметров, обучается она очень быстро. Когда мы выбрали сеть, мы построили самый первый бейзлайн. То есть смотрите, у нас четыре классификатора, каждый классификатор отвечает за свою характеристику. На вход мы подаем обычную картинку и получаем вот примерно такую точность. Не очень хорошая, не очень высокая точность. Production вообще не годится. Но это наш бейзлайн. Второе. Мы подаем на вход box. Увеличиваем точность. В модели легче распознавать отдельные характеристики болта, но все равно точность не такая высокая. Что мы делаем? Сначала трансформация, потом классификация. Нужно помочь нейронной сети лучше распознавать характеристики болта. Что мы делаем? Мы берем нашу UNED, применяем ее ко всем фотографиям, которые у нас есть. Получаем маску. После мы обводим вокруг маски контур и вокруг него обводим прямоугольник минимальной площади. Тут мы можем посчитать угол поворота. Сначала мы ротируем этот болт, а после мы определяем, с какой стороны у нас находится head и с какой стороны находится type по площади. Исходя из предположения о том, что та половина, в которой площадь больше, содержит в себе head, и та половина, в которой площадь меньше, содержит в себе конец болта. В принципе, это верно. Но не всегда это работает. Во-первых, потому что есть очень маленькие, короткие болты, вокруг которых нельзя описать прямоугольник. Получается квадрат. Квадрат сложно повернуть. Если мы его повернем, у нас получится вот такая картинка, как на рисунке номер 2. И поделив вот этот квадрат напополам, мы получаем не то голову, не то хвост у этого болта. Маленьких болтов довольно много. Что мы делаем? Мы строим дополнительную нейронную сеть, которая будет заниматься только ротацией. Мы берем все длинные болты, которые мы однозначно можем верно повернуть, и берем в качестве таргета угол поворота. И обучаем неглубокую нейронную сеть. Эта сеть занимается только тем, что она предсказывает угол этого поворота на длинных болтах. После этого такую нейронную сеть мы уже можем применить можем применить коротким болтам. Таким образом мы минимизировали ошибку практически в ноль. То есть все болты мы смогли повернуть правильно и для всех них определить, с какой стороны head, а с какой стороны type. После того, как мы разделили этот болт, порезали его на ключевые части, вот тогда мы можем приступить к классификации. И здесь мы увидели, что качество наших моделей выросло очень сильно. В модели стало сильно легче предсказывать характеристики, когда мы убрали лишнюю информацию с этой картинки. Но один атрибут все еще очень плохо предсказывался, это финиш. Тогда мы начали смотреть на ошибки, которые дает модель, и увидели вот такую картинку. На этих картинках изображены одинаковые болты. Но из-за того, что они подсвечены по-разному, цвета, оттенки, покрытие этих болтов выглядит совершенно по-иному. В один момент этот болт может быть серым, в другой момент желтым, белым, зеленым и так далее. Это конфьюзит не только модель, но и в принципе человека. Тогда мы начали искать подобные проблемы и наткнулись на статью команды дата-сайентистов из Китая, которые пытались классифицировать машины по цветам. И у них была та же самая проблема. Машины, они очень похожи на болты. Они тоже имеют отражающую поверхность и меняют свой цвет при разных условиях освещения. И ученые из Китая предложили вот такую архитектуру ColorNet. Это не глубокая сеть, она не предобученная. Мы заимплементировали это решение и увидели, что наша модель увеличила свой скорр практически в два раза. И вот с этим уже можно идти в продакшн. По итогу мы имеем классификацию для четырех атрибутов и имеем размеры этого болта, которая нам помогла определить монетка. Теперь нужно сделать exact match. Нужно найти точно такой же болт в каталоге интернет-магазина. Что мы делаем? Мы берем предсказания всех классификаторов и после эти предсказания мы просто перемножаем. И таким образом получается, что наиболее вероятная комбинация признаков у нас находится выше по скору, чем та, которая наименее вероятна. И по этой комбинации признаков мы точно так же фильтруем наш каталог и получаем в соответствии картинки тому, что находится в каталоге. И даже если один из классификаторов ошибся, у нас все равно наиболее вероятная комбинация попадет вверх, потому что другие классификаторы предскажут верно. Вот такой pipeline, такое длинное решение этой задачи мы имеем. То есть сначала мы сделали локализацию, потом мы сделали целый ряд трансформаций, и только после этого мы классифицировали объект, и после мы использовали ответы классификаторов для того, чтобы найти точно такой же болт или шуруп в каталоге интернет-магазина. И после мы можем уже сделать выдачу для клиента. Если смотреть на этот проект, то можно сказать, что это больше не о data science, это о том, как реализовывать сложные проекты. Такие проекты, аналогов которых нет у других компаний, либо они есть, но мы о них не знаем. И вот какие выводы мы вынесли для себя как команда, это, во-первых, съешьте слона по частям, разделите свою большую проблему на маленькие части, двигайтесь итеративно. Второе, это если у вас нет данных, это не должно являться причиной того, что вы отказываетесь от проекта, того, что вы не делаете эту задачу. Данные всегда можно найти, их можно всегда разметить, придумать какой-то способ, как составить свою выборку. В крайнем случае вы можете их купить. Третье, это, конечно, тестируйте, экспериментируйте, без этого никуда. И последнее, не изобретайте велосипед. Если у вас очень короткие сроки у проекта, а проект большой, объемный, вам нужно пользоваться готовыми решениями, вам нужно искать такие же проблемы, как у вас, и переносить решения этих проблем в свой проект. В целом у меня все. Как я говорила, GridDynamics есть в трех локациях в Украине, Киев, Харьков и Львов. Мы нанимаем, заходите на наш сайт. Ну, есть 9 минут на вопросы. У меня все. Спасибо огромное. У нас есть уже ряд вопросов. Друзья мои, если вы еще не задали вопрос в Арии, у вас они появились прямо сейчас. Напомню, что внутри нашего года это можно сделать прямо сейчас. Но тут уже есть часть вопросов. Пожалуйста. Да, первый вопрос. Смотрите, у нас было минимум 100 фотографий на один атрибут. То есть если у нас 32 различных параметра head type, то у нас будет 3200 фотографий, а лучше и больше, на минимум 100 на один атрибут. В итоге мы выбрали 60 болтов, которые отражают вот все вот эти характеристики. Ну и получается у нас было порядка тысяч пяти фотографий, и все мы их делали, наверное, за неделю. Но это работало человек пять, которые примерно часа три в день тратили просто на то, чтобы ходить везде и фотографировать эти болты. В итоге выборка была не очень, да, не очень большая. И, конечно, с этим нужно работать. Но вот опять же transfer learning, да, такие хитрости, как трансформация, вырезание фона, это все сильно помогает для работы с маленькими выборками. Сколько времени уходило на тренировку? На самом деле не очень много. Мы использовали опять же GPU, да, мы использовали облако гугловское. Все очень быстро, там четыре классификатора буквально за пять минут тренировались. Опять же, да, зависит от того, какие у вас мощности, какого у вас датасета. Датасет у нас был не очень большой. Да, рядом с монетками, ну, чтобы измерить размер болта. У нас монетка, мы знаем, какова она в диаметре, поэтому если мы фотографируем болт рядом с монеткой, мы можем посчитать в монетках длину болта и диаметр этой шляпки. Но это самое такое разумное решение. Есть, конечно, более такие advanced методы, как измерять размер болтов, но это было дешево, это было очень быстро, и в принципе заказчик был не против такого варианта. Да, наш, ну, можно сказать, он синтетический, потому что это были просто такие листы А4 различных фонов. Ну, в целом это выглядело довольно реально, но да, это было наполовину реально, наполовину синтетически. Так, ну, насчет масштабируемости модели, она довольно масштабируемая, да, потому что наше решение не зависит от количества моделей болтов, а зависит только от количества атрибутов. Количество атрибутов, оно все-таки ограничено, и поэтому при добавлении новых болтов в каталог магазина наша модель не меняется в качестве предсказания. Да, да, я согласна, что это звучит слишком, наверное, сложно для ротации, но у нас маленьких болтов довольно много. В целом люди часто используют очень небольшие в длине болты, и поэтому нам нужно было как-то решать эту проблему, и в целом натренировать небольшую нейронную сеть вспомогательную. Ну, выглядело, возможно, сложным, over complicated решением, но тем не менее рабочим. Нет, не пробовали. Да, мы думали об этом, но, опять же, да, чтобы там натренировать рекуррентную нейронную сеть, вам нужно гораздо больше времени и гораздо больше мощности. У нас там проект был примерно три месяца, и за эти три месяца нам нужно было подготовить выборку самостоятельно, сделать локализацию, сделать классификацию. Помимо прочего, погрузиться, разобраться в характеристиках болтов, в каталоге заказчика, и на это у нас, к сожалению, не было времени. Возможно, в качестве постфазы улучшения модели рекуррентную нейронную сеть, да, можно использовать, но мы не использовали. Работало всего три сантиста, три месяца было дано на проект. Вот за три месяца мы смогли вот сделать демо-версию и передать заказчику весь проект. Да, там было заложено две монетки на самом деле. Это ничего страшного, потому что там монеток, ну, окей, три-пять разных штук вполне можно легко натренировать. Это несложно. Самая большая сложность была в том, что болтов 15 тысяч, и как-то с этим нужно справляться. А так, да, там было заложено несколько монеток. Не совсем поняла вопрос. Мы можем уточнить, если есть где-то человек, который его задал. Ага, вижу. Сейчас. А вот вы показывали просто на слайдах, как вы поворачиваете эти шурупы, но иногда шурупы придется под углом. Да, плоско. Это все было плоско. Это были, да, двухмерные трансформации. То есть мы их не поворачивали, не знаю, в трехмерном пространстве. А потому что не надо было, да? Я правильно понял. Ну, нет, конечно. Этого было достаточно. Да, этого было достаточно, да, да, да. Конечно, там трехмерная трансформация дала бы больше качества, но ресурсов на это не было. Да-да-да, все это было на мобильных устройствах. Что использовали? Ну, мы сделали сервинг модели, опять же, на гугловом облаке. Написали простое приложение. Ну, и в целом модель отдавала, да, результат сортировку признаков. После этого из базы данных каталогов сопоставлялись конкретные позиции, которые могли соответствовать этим характеристикам. И все это передавалось в приложение. Да, вот если на картинке несколько болтов, здесь это будет работать, но с несколькими особенностями. Ну, во-первых, у нас семантическая, да, сегментация. Если у нас как бы два болта, они вот так рядом стоят, то у нас маска будет, вот она сольет все эти два-три болта рядышком. То есть это не instant segmentation, это именно семантическая сегментация. И если вот будет такая картинка, там уже, конечно, трансформация разрезания на голову, хвост и остальные части болта будет не совсем корректна, и тогда приложение выдаст ошибку. То есть сделать несколько болтов на картинке, это как следующий, да, шаг улучшения этого приложения. Но здесь было условие именно в том, что у нас есть один болт и одна монетка. Ну, вот сервисом Amazon мы не проводили, мы очень долго изучали их приложение, как оно работает. В итоге как бы прийти к конкретному пониманию точности работы их приложения нам не удалось. Но если сравнивать нашу работу с другими, то у нас, конечно, решение масштабируемо. Object detection на 20-100 болтов, 100 болтов — это практически самоубийство, по-моему. Сделать такую выборку, обучиться на ней, это будет очень-очень сложно. Да, мы думали, мы даже делали одну такую штуку. Уже после передачи проекта нашему клиенту получалось на самом деле не очень хорошо. То есть сеть генерировала действительно картинки болтов, но нам не удавалось достигнуть вот именно точности в самой шляпке либо как вот хвост выглядит. У нас как бы все-таки фишка в том, что у нас точный поиск, да, у нас exact match. Если мы будем как-то трансформировать вот эту шляпку, то у нас наше приложение, как оно задумывалось, работать так не будет. Мы думали о том, чтобы использовать не ганы, а чтобы как-то искусственно генерировать фоны, генерировать сети. И как-то работали в этом направлении, но поняли, что на это нужно очень-очень много времени. И за три месяца этого, конечно, не сделать. Поэтому распечатать фоны на принтере и отфотографировать — это было самым-самым быстрым и работающим решением. Это последний вопрос. Можете перевести? Можем перевести. Должны ли бы были различать направление... А, это винт вправо или влево идет, когда, знаете, когда... Я не знаю, как даже на русском это будет правильное слово. Если есть, то подскажите. А? Резьба вправо или влево. Какой был шаг этой резьбы? Нет. Вот такую разметку мы не делали. Мы измеряли длину вот этой резьбы. Там есть несколько видов, что резьба может начинаться прям со шляпки, она может начинаться с середины, и она может быть где-то в самом конце. И, помимо прочего, у вас может быть два разных вида резьбы на одном болте. Но тогда это выносилось как отдельный класс, и модель пыталась это классифицировать. То есть разметки для этого не нужно было. Нужно было только выделить ту часть, в которой находилась вот эта резьба. Это все. Спасибо огромное. Давайте еще раз. Спасибо. Спасибо.